Герои не всегда бывают знаменитые, действительно, потому что мы их находим и хотим рассказать о них. Но у нас сегодня в гостях мужчина, спортсмен, такой просто супер в мире папа. Когда его дочь пошла заниматься акробатикой, он решил её поддержать и тоже пошёл заниматься акробатикой. Что из этого получилось, мы хотим вам продемонстрировать прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Настоящая папина дочка у нас здесь. Так, давайте мы на ту сторону, мы на эту сторону. Мы вам обещали мастера спорта, мы его нашли здесь у нас, в студии. Скромно. Да, ну а вот у этих двоих потрясающих спортсменов ещё, ну, скажем так, только начинается, и обязательно тоже будут глобальные спортивные регалии в будущем. Но ты представь скорее, кто же это у нас. У нас в гостях Дарина Роман-Кауфман и, конечно же, с тренером Юлия Кико. Доброе утро! Доброе утро! Ну как? А дышка есть? Есть немножко. А у меня есть много вопросов тогда. Задавайте. Как вот обычно же мамы больше ходят с дочерьми, занимаются этими секциями, кружками. Как получилось, что у вас именно, что вы стали... Папа, все, я возьму свои в руки все. Я хочу. Да, я хочу. Ну как получилось, Дарину отдали в секцию спортивной акробатики к Юлии Борисовне в три с половиной года. Ну и вот год походили, Дарина мне говорит, папа, а ты так можешь? Там колесо сделала. Я так посмотрел, думаю, да и правда, не могу. Надо подтягиваться. Как-то слабо немного. Да, то есть, ну и вот к Юлии Борисовне подошел, говорю, можно как-то мне еще? Да, говорит, не проблема, у нас есть для себяшники. Я говорю, ну все, добро. Ну вот стал ходить, и Дарина со мной тоже на взрослые иногда ходит как бы вместе. Вот номер поставили. Первый раз выступали в садике на утреннике. Ну, был. В Кремле? Нет. Было бы здорово, да? Было бы здорово. Потом в школе вот было 30 лет юбилей школы, тоже выступили. Ну и все это благодаря, естественно, Юлии Борисовне. И потом гастроли пошли. А нам, прежде чем, да, к Юре придем, мне хотелось бы Дарину спросить, скажи, ну вот иногда бывает, ну детишкам в таком маленьком возрасте немного неудобно, что родители с ними постоянно ходят, там водят их. Тебе вот как гордость берет за то, что с тобой папа занимается? Ну да. Все успеваешь выполнять за ним? Да? Дарина говорит, вы знаете, кто мой папа? Да мы вместе тренируемся с ним. Сейчас такое вам покажем. И чух-чух-чух акробатические вот эти движения. Давайте тогда к тренеру вопрос зададим. А часто ли вот такое вы видите у себя на занятиях? То есть когда приходят родители, папа там с дочкой, либо как? На самом деле занятие это нередкое. У нас многие родители занимаются спортивной акробатикой, увлекаются ей вместе с детьми и подобные пары, иногда и группы, иногда и тройки, иногда смешанные составы с бабушками, иногда даже иногда дедушками. Да, братья, сестры, все поддерживают занятие акробатикой. Это спорт для любого возраста, любого уровня подготовки было бы желание. И непосредственно специалист, который готов этим заниматься. Это действительно помогает развиваться и ребенку, и взрослому, и как-то, может быть, еще укрепляет их отношения, ну, я имею в виду в плане вот таких семейных, чисто? В плане семейных отношений это, безусловно, укрепляет, потому что взаимные интересы, увлечения. Это помогает лучше узнать друг друга, узнать, что же такое на самом деле спорт. И вот самое интересное в этом заключается, иногда родители приводят ребенка и говорят, ну, что такое, ну, кувыркнись 10 раз. Ну, это же так легко. Ну, постой на голове, ну, это же так просто. Вот ты берешь, встаешь на голову, ставишь руки, поднимаешь ноги и ничего там такого, как на ногах постоять. В таком случае ты предлагаешь родителю попробовать повторить то же самое, что так легко дается его ребенку. И эффект в этом не всегда однозначный, не всегда с первого раза. И тут наши родители начинают немножко более уважительно относиться к труду их детей. Когда у них что-то не получается, они их начинают больше поддерживать, потому что на своей собственной шее, руках, плечах, ногах пытаются повторить то же самое за своими детьми. И понимаешь, что это действительно труд, что это не просто так, и дается не с первого раза. И когда вот эта вот семейственность и единство интересов появляется, появляются и крепкие семьи, и хорошие спортсмены. Они не чувствуют себя одинокими в своем увлечении, скажем так. Мне вот интересно, Роман, а вы в таких занятиях, это пока просто для вас, или у вас есть какие-то мечты спортивные, глобальные, может быть, я не знаю, там тоже вот стать мастером спорта, если это, конечно, возможно? Ну, для меня уже, наверное, невозможно. Для меня уже невозможно, это уже поздно. Ну, для меня хотя бы сделать там сальто вперед, сальто назад чисто сделать. То есть я уже их как бы делаю, но тренер ругается. Назад покажем. Ой, давайте. Давайте сначала еще лучше вопрос спрошу. Вдруг я получу ответ. Вдруг авария, да? Как взаимоотношения происходят, когда вы приходите домой, и вы же, получается, как тренируетесь вместе, и как дома? А вот, папа, ты вот тут фальшивил немного, не прорывал. То есть какие вот взаимоотношения, как у вас вы же вместе? Не, ну она бывает у меня, да, тоже начинает что-нибудь говорить. Папа, ты там, то я и так не делаешь. Юлия Борисовна же строит ее. Она приходит, раньше приходила, игрушки высаживала, тренировки им устраивала. Да и что, и до сих пор тоже бывает. Усадит игрушки так, вот ты там первое место, ты второе, ты третье, оценивает. А сейчас папу садит, так, папа, все. Молодцы, ну, по крайней мере, дома не возникают какие-то сложности, да? То, что вы вместе тренируетесь, и как бы это никак не влияет. Мне нравится, я понимаю ее, как ей тяжело на тренировках. То есть я сам на себе, вот как Юлия Борисовна сказала, я сам на себе прочувствовал, что это и как это, ну, насколько это тяжело детям на самом деле. Тут нет такого, что там ребенок вроде там 10 раз реально кувыркнулся, а физически-то он затратил столько энергии. И вот сам, когда это все делаешь, те же самые, та же самая разминка, та же самая растяжка. Выходишь потом еле живой с этой тренировки. Давай до соль-то посмотрим. Да, я только хотел сказать, типа, я готов уже. Давайте, мы созрели, мы морально надеемся, что и вы тоже. Давайте. А тут еще специально подготовочка же. Ой, тут смотрите, прям какие-то особенности. Сколько времени ушло на подготовку, да, потом вот узнать. Так, вот так, ага, так, внимание. О-о-о, отлично. Давайте. Спортсмен, настоящий мужчина и лучший папа в мире. Вот с этим не поспоришь точно. Такие лозунги, мне кажется, приятно все говорить о своих родителях, да, когда они принимают активное, активное участие в жизни своего ребенка. Я думаю, если она пойдет заниматься, либо он, так, а я смогу ли этим заниматься, этим спортом? Придется, придется, я думаю, что научишься. Я на лыжу отправлю, потому что я лыжами занимался, мне легче будет. Да, что же я умею там. Что же я, что же я умею. А вот, допустим, так, бег хорошо, вот стрелять из лука, мне бы понравилось тоже. Потому что Анна Троегубова. Это я. Да, которая еще не стреляла из лука. Это я, я не стреляла, не было. Татьяна Лябов побегала, пробежку сделала, рассказала нам о погоде, надеюсь, сегодняшний и на всю неделю, но и сегодня еще будет стрелять из лука. Надеюсь, только, знаете, стрелять глазами, не доверяйте ей лук. Что у тебя, Тань, происходит? Расскажи. Расскажи о соревнованиях.